Как трубочку возьмут остальные, кто-то возьмёт, кто-то нет, и будем начинать. Камеры лучше выключайте, чтобы нам звонок не тормозился, вот видите, некоторые отсеялись. И микрофончики тоже выключайте, если на дальнем фоне телевизор или детки, чтобы нам не мешали. Так, Наталья Сувьеровна какая-то у меня вписывается. Я же говорю про деток, микрофончики выключайте. Василий вижу, говорите, перекличку. Василий слышит, да? Привет, привет. Инесса? Нет, это Питера. Ага, нет, Алла. Владимир Степашкин. Всем привет. Владимир, а, Вероника, у меня написано, так сказать, Владимир, Вероника. Наталья, Марина Щукина, Таня Ворошилова, Ирина Добитко. Карина... Я здесь. Я. Карина отключилась. Марина Щукина. А, я про Карину. Ну вот смотрите, 24 человека мы добавили, и получается, что у нас... 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек. А в чате более 50. То есть, даже если у кого-то там ночь, то получается, остальные просто забивают на это дело, и все. И у многих ошибки на страницах, и они не хотят посещать бесплатные брифинги. Это ведь обучающие брифинги. Ну, это дело их. Сегодня разберем некоторые вопросы по ошибкам, которые делают люди, наши участники в социальных сетях. Я вот ходила по страницам, смотрела, много ошибок делают. Даже уже которые где-то недели три в проекте, и до сих пор себе еще стену не настроили. Дальше маркетинг и историю чуть-чуть пробежимся. И я покажу, как запустить рекламный баннер в «Серфернере», потому что тоже возникают... Привет, Карина! Тоже возникают вопросы у некоторых людей. Сейчас я буду экран показывать. Ирина, извини, тут какая-то у меня надпись стоит. Наталья Чувьеровов хочет, чтобы вы приняли ее видеотрансляцию. Это что? Ну, она у тебя не в «Контакте», но она не будет пока экран показывать. Так, просто сказать, я просто... Это не моя, это, наверное, ваша. Она здесь у нас в групповом звонке. Борис, ты пишешь? Да, да, пишу. Все нормально. Демонстрирую я экран. Моя родственница, которая когда-то была в проекте, строила структуру. Теперь она уже не работает, но денежки получает. Предоставила мне свой кабинет. Вот это главная сайта. Видно мой экран? Это Татьяна. Агаповый кабинет. Главную сайту вы должны тоже знать, что у нас сейчас несколько презентаций. Вот само оно открывается, как это работает. И вот эти презентации продвигать на других языках очень хорошо в Фейсбуке, потому что там очень много иностранцев. Если вы заметили, у нас воронцовые работают исключительно в Фейсбуке, и у них идут только одни иностранцы, которые покупают по 10 мест бизнес-автомат. Вы сами видели, он выкладывал скрины, что по 34 доллара ему сразу приходит бонус 10 мест. То есть на иностранцев тоже надо делать упор. Особенно на китайцах. На китайском же здесь где-то есть презентация. Франция, Германия, Испания, Португалия, Китай и Грузинский. Вот эту презентацию, именно эту презентацию надо выставлять к себе на стену ВКонтакте. Очень многие выставляют там, где актер. Вот эта презентация иногда в одноклассниках соскакивает. Да, есть такое. Значит, если она соскакивает, либо скрин можете мои брать, либо свои, у кого были переводы, выставляйте, либо с актером, либо если вы видео какое-нибудь, ну такое, которое цепляет, записали, его надо в одноклассниках вставить. А вот эта презентация должна стоять у вас в Фейсбуке в закрепленной записи. И некоторые из нашей команды, которые вчера ей писала, Надежда, говорю, быть на брифинге с вашей подругой. Вот где люди оказали помощь и думают, что им переводы посыпятся странно. Вот Надежда. Сейчас посмотрю, переделала ссылку или нет. Вообще, вот сюда лучше фото ставку, конечно. Вот, смотрим, запись закреплена. Вот это неправильная запись, закрепленная. Вот правильная запись, но у Джумахона ссылка в самом низу. И текст не цепляет. О фандрайзинге. Никто, ну, 10% населения не знает, что такое фандрайзинг. Крутой текст. Вот удивлены, но, конечно, так как он не русский, и ошибки делает, ну, может быть, не очень это хорошо. Хотя наш проект международный. И фотка тоже. Я бы поставила сюда четкую фотографию, которая смотрит в камеру. Фото статус, когда съезжает, нажимаете вот здесь крестик, и он подвинется. Если вы пишете историю, он будет здесь вот. Здесь будет история, здесь будет фото статус. Вот моя страница. Вот я истории пишу, и немножко он съехал, но все буквы видны. Вот моя закрепленная запись. Лучше делать репост из группы. И живая. То есть я загружала файл. Не ссылку с YouTube брала. Видите, она начинает двигаться. Когда в ленте новостей двигается, у людей глаз сразу идет. То есть она больше привлекает внимание, чем когда они двигаются. Вот здесь уже 36 тысяч просмотров. Дальше. Историю маркетинга проекта. Всем-всем-всем надо знать. Я сейчас рассказывать не буду, потому что я выделила минут 40 или максимум час. Не так, как в прошлый раз на два часа разговаривали. База знаний. Особенно новички. Все должны знать базу знаний. С чего все начиналось. Знать, что проекту... Вот даже Таня Ворошилова, у тебя Евгений со мной переписывался. Говорит, что... А вы знаете, что раньше Gold Line был? У меня там был кабинет когда-то в 13-м... Да, в 13-м году он мне пишет. И этот проект закрылся. И открыли новый. Whole World. Я говорю, знаешь, Евгений, я там с 13-го года. Его просто переименовали, чтобы вы знали, что... Раньше он назывался с 2011-го по 2014-й. Gold Line International. Но так как ввели благотворительный фонд, была выступа в Сокольниках в Москве. И была новая презентация с актером. Вот где женщина рассказывает, как троих пригласить, три человека. И администрация проекта приняла решение переназвать. То есть делать всем миром. И вы должны это знать. Здесь в базе знаний все это есть. Изучить, с чего начать. Какие виды вознаграждений. Может быть, у вас какой-то вид вознаграждения еще не активен. Либо лендинг вы не купили. Либо вы хотя бы один раз бизнес-автомат не купили. И если ваши партнеры будут покупать его, вы будете упускать прибыль. Может, вы... Ирина, приветствую. Это Игорь. Привет. Мы уже начали. Либо отзыв. Вы, например, текст вы должны написать. Даже если вы еще ничего не получили, посмотрите на сайте отзывы. Посмотрите видеоотзывы. Ведь эти люди только пришли и какой-то отзыв уже написали и сняли. Не менее двух-трех минут должен быть видеоотзыв с хорошим качеством. Не надо называть имена спонсоров. Очень многие называют. По-моему, Наталья называла. И директор мне скинул, говорит, ну как мы можем публиковать такой отзыв, если твоя фамилия везде. То есть это неэтично, когда администрация публикует. Не называйте имена спонсоров. На своих каналах можно. А если вы выставляете это... Ну, админом отправляете в кабинете, то не надо называть имена отзывов. Вот здесь вы можете заказать себе плакат. У меня... Я еще жила когда в двухкомнатной квартире. Отсюда вот я брала плакат, отнесла в типографию. И мне сделали вот такой вот красивый плакат. Может, вы видели на моем канале видео. Лена Стрелец тоже заказывала другой плакат. Ну, сейчас есть хромакей. Кто не знает, что такое хромакей? Борис скидывал видео, можете у него найти на канале. Зеленый фон сзади себя вешаете. И там можете все, что угодно. Это называется... То есть зелень это убирается в Камтазии. Кому надо Камтазию, 500 рублей стоит у меня или у Бориса покупаете. Без вирусов навсегда, без абонентской платы, с зашитым ключом. Зелень убирается. И Борис тоже показывал, как это делать. И сзади ставится фон. Хотите море поставьте, хотите горы, все что угодно. И это называется футаж. Мы экспериментировали. Если вы в Ютубе наберете футажи, там, например, море и пальмы шевелятся. И вы сзади себя... Сколько у нас, Борис, по-моему, 2 метра. В общем, чтобы над головой был и руки, руками, если вы машете, чтобы сзади везде был зеленый фон. 2 на 1,5 стандартный размер. Вот видите, зелень? У нас вот такая ткань. Если вот здесь набрать футажи, вы можете его скачать и подставлять. Вы будете, например, на море или на даче. Или Борис вообще снимал там в помойке где-то. Очень у меня, в общем, зависает. Наберете футажи и можно его скачать. Там от 3-х минутных, 2-х минутных. Как раз то, что вам надо. Ролики не делайте большие. Если у вас ролик на 10 минут, разбейте его на 3 ролика. Не надо большие. 2-3 минуты и достаточно. Дальше. Ну, пока вопросы готовьте, я вам покажу, как запустить в серфернере баннер. Сразу оговорюсь, что каждый человек, когда оказывает помощь, у него в течение 30 дней есть промокод в кабинете. Не переходите по этому промокоду. Берите у своего спонсора, если он уже в серфернере, ссылку на серфернер. Вот у меня 8 человек. Так. Никто туда зашло. У меня 8 человек за 11 дней активировались и оказали помощь. Но в серфернере только двое зарегистрировались. Я так подозреваю, что кто-то попал не под меня, а сразу по промокоду. Хотя я сразу отписываюсь человеку, что вот ссылка, даю ему ссылку в личку, либо в WhatsApp, либо в Skype, что по этой ссылке регистрируйтесь, а промокод уже копируйте из кабинета всем миром и его вставляем. Да, 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 и я так попал. Да, да, Игорь вот потерял несколько сотен, чтобы перерегистрироваться под меня, а уже баланс по полу. То есть мы здесь тоже строим структуру. Если, например, Денис под Василием Мироненко, значит Василий Мироненко дает Денису свою ссылку, а Василий подо мной. Получается, там 10-ти уровневая партнерка, и вам идут деньги еще в серфернере, как дополнительный заработок. Вот сегодня, если я расширение открою, вот от рефералов принесли мне 75 рублей. 310 у меня личных рефералов. То есть эти деньги можно выводить. Я вывожу на Киви, на Киви сейчас нет, отменили, вывожу я на Pair кошелек. Ну, можно и на Яндекс выводить. Pair, кстати, сейчас очень удобный. Pair просто настолько распространился, и он достаточно удобный, действительно, потому что моментально платежи зачисляются. Вот откуда бы ни переводишь, раз на Pair, и тут же сколько. Час обычно отсюда, если выводишь, в течение часа приходит. Ну, это для всех сервисов я смотрел. То есть на Pair приходит моментально. И они прям пишут, что моментально. А с серфернера всегда серфа с тормозами, все выходит. Ну, потому что очень много людей здесь, почти миллион. Как активировать промокод? Вот вы зарегистрировались по ссылке спонсора. Если вы мой личный партнер, берете у меня ссылку. Если у кого нет, напишите мне в личку, я вам дам. Нажимаете «Пополнить счет». Нажимаете, например, ну, чем вам удобно пополнить, к примеру, банковские карты. И вот здесь пишите «У меня есть промокод». Вот, нажимаете, и промокод вот этот вводите, который у вас был в кабинете. Срок действия у него ограничен. То есть 30 дней. Ввели, и в течение 30 дней вы должны пополнить на сумму 5000 рублей. Не сразу можно, можно частями, по 500, по 1000. Но в течение 30 дней, как сумма достигнет 5000, вам сверху дают еще 5000. Вот у меня на рекламном балансе 12000 рублей. Создадим баннер. Сейчас я покажу вам свои баннеры. И создам еще один баннер. Кстати, как создал баннер. В системе очень мало промо-материалов. То есть картинок там, два однотипных баннера и все. Что-то я не совсем дизайнер. Но это чтобы ты продвигал сёрфернер? Нет, нет, я имею в виду в самой системе всем миром. Не именно сёрфернер. Как два однотипных, их там штук 30. Да ладно. Ты где смотрел? В ВВ именно, не в сёрфернер. Смотри, ты смотрел не там, сейчас скажу. Где промо-материал, я видел там несколько однотипных баннеров. Горизонтальный, вертикальный, ну и все, в принципе. Было два, они в другом разделе. А, может, я не туда тыкал? Это интересно. Рекламные материалы. Да, баннеры. Борис, вот они вот такие вот, новые баннеры, их много. Баннеры все в базе знаний. В базе знаний они, сейчас. А, вот где. А что они в рекламную материалку не выставляют? Потому что они с 13-го года или с 11-го там, это самые первые баннеры. А, месяца два назад сделали очень много баннеров. Поэтому мы проводим брифинги, чтобы вы сразу группу создать и рассказать всем. А, может, наоборот. Вот, смотрите, рекламные материалы. Нажимаете. Баннеры. Рекламные баннеры. Вот, нажимаете. Так, база знаний, значит, их искать отлично. Так, такой. А, ну вот, это я видел. Дальше. Затертый. Это тоже видел. Размеров. В серфернер идет баннер 728 на 90. То есть вот такой верхний. А это уже идут в другие рекламные площадки. Вот такой баннер. Тут очень много баннеров всяких разных размеров. Ну, они все однотипные, на самом деле. Нет, там картинки разные. Вот такой. Идут сначала вот размеров вот таких. Дальше идут такие. А, вот эти вот. Из женщины. Дальше и для иностранцев там в шляпе какой-то. Почему они не выведут рекламный материал? Я их вот сейчас первый раз вижу. И не знал, что их через базу знаний надо искать, оказывается. Все пожелания в официальной группе. Есть строка пожелания. Можешь туда написать. Сейчас я им там напишу. Напиши после притинга. Ну и так далее. Они будут все показывать. Их там очень-очень много. Всяких размеров. Ирина, вопрос такой, если можно, потом забуду. В Инстаграме, ну, больше 2К подписчиков у меня есть. Это ладно. Понятно, что можно двигать бренд, можно сдвигать туда фотографии личной жизни, собачьих, жен и так далее. А что если, как-то это, как использовать лучше по бизнесу, кроме хэштега? Инстаграм, пометочку, сделай себе. Давай я закончу свой материал, а потом будем уже на вопросы отвечать, чтобы не забывать меня. Хорошо? Хорошо, договорились. Я же говорю, пишите вопросы перед глазами, чтобы у вас на бумаге были, и потом задашь. Вот мои баннеры. Если у вас CTR меньше пяти, то, значит, вы написали плохой текст, либо баннер ваш не смотрят. Вот, кстати, вот такие баннеры текста вы смотрят больше, чем вот как наверху вы видите, анимированный, мигающий. Да, именно, я тоже замечал. Вот такой баннер просто с нормальным текстом, с любым отбалдовым. У меня CTR сразу было 7, порядка 8%. Вот смотрите, тут 4,55 на него. Дальше текст, здесь 7,62. Вот этот бизнес изменил мою жизнь. Вот идут показы. Дальше. Ну здесь 5,88, иногда я его запускаю для разнообразия, потому что одно и то же, когда велькает, людям не очень нравится. Хотя, если вы не хотите, чтобы он показывался более одному человеку, тогда недопло...